Ну, у меня очень близкие были отношения с Путиным с момента, когда он приехал в Москву в 96-м году. На пустом месте, на основании каких-то своих там бесед с ним долгих. То есть надо понимать, что мы просто практически не расставались, мы виделись каждый день с утра до ночи, до поздней ночи. То есть мы расставались там в 3-4 часа ночи. Каждый день. Каждый день. То есть, естественно, мы там обсуждали всякие государственные дела, там, развитие, бизнес, экономику и прочее. То есть Путину был нужен какой-то человек, который все это понимал, знал и так далее. Once he was known as Putin's banker. Now Sergei Pugachev is an enemy of the Kremlin. In exile in the south of France, most of his assets have been frozen, while he fights a court case against the Russian State Deposit Insurance Agency. It claims he is responsible for $2 billion missing from the Russian Mejprom bank he founded. Did he steal it? Ну, очевидно, нет. Более того, это достаточно примитивная, простая история. И на сегодняшний день это повседневная практика. How much money did you have at your most successful? Я думаю, что где-то все активы оценивались $15 миллиардов. Окей, and how much money have you got left now? Roughly? Ну, вы знаете... I read 45,000 pounds, but that can't be true. В наличности... Well, in total. Everything. Нет, просто есть какие-то assets, которые были просто куплены в начале 90-х. Ну, то есть, в частности, дом, где я живу, и прочие вещи. То есть, что, естественно, я раскрыл там в своей афидевит. Но, то есть, я не знаю, там, примерная оценка, это где-то 70 миллионов долларов. Пугачев spent 10 years at the top of Russian politics as a senator and influential business leader. But, he says, his desire to remain independent, damage relations with Putin. And in the end, he left Russia. Путин считает своим. Понимаете, да? То есть, вот, попытка найти какие-то счета зарубежные и так далее. Это попытка, ну, обречена на какую-то там неудачу. Потому что на сегодняшний день вот все, что находится там в рамках Газпрома, Роснефти, частных компаний и так далее, Путин считает своим. Понимаете? Поэтому, вполне допускаю, что он самый богатый человек в мире. До момента, когда он уйдет из власти. То есть, он не контролирует после ухода, после потери власти, конечно, не контролирует эти ресурсы. Вы понимаете? Поэтому, наверняка, Путин сам это понимает. И, несомненно, он постарается в данном случае продержаться у власти максимально долго. Я думаю, да. Субтитры создавал DimaTorzok